Всех приветствую, меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог, я помогаю вам правильно развивать и воспитывать ваших детей. Отвечаю на ваши вопросы и сегодня читаю письмо 4 мая. Ирина пишет, как рассказать ребенку 3-4 лет о войне. Добрый день, Юлия. Скажите, пожалуйста, как рассказать ребенку 3-4 летнего возраста о войне, о победе и о праздновании 9 мая. Я вообще не люблю военные темы, насилие и убийства. Ну да, как все девочки. У меня сразу же был с мужем уговор, никаких игрушек на военную тему, никаких передач и новостей в присутствии ребенка. Если это девочка, то да, согласна. Если это мальчик, то надо бы в старшем, конечно не в младшем и не в среднем, а в старшем подготовительной группе уже нужно иметь пистолеты, сабли, с папкой как-то бороться, играть. Ну, в общем, это мальчишкина психология, это мужской психотип, и он должен быть как бы в генетической памяти, он и так и так есть, и нужно, чтобы он присутствовал, а они должны бороться. Так, присутствующие книги на данную тему не покупаю, потому что не во всем согласны, цензура не пропускает правду. Ранее как-то этот вопрос не возникал, но в связи с сегодняшним событием этот вопрос очень для меня стоит острый. К тому же у нас с мужем разное видение на происходящее. Про день космонавтики, Пасху и другие праздники читали с сыном книги, рассматривали картинки, рассказывала, что знала, а тут я даже не знаю, как быть. Я в ступоре. Победу наших бабушек и дедушек, к сожалению, растоптали, историю переписывают и каждый трактует как хочет. Спасибо, с уважением к вам, Ирина. Ну, каждый родитель рассказывает то, что у них на душе, во что они верят, что они ценят, с чем они на сердце живут, то и рассказывают. А, как правило, 9 мая это очень простой праздник. Ну, как простой, это очень замечательный праздник, я имею в виду просто о нем рассказать. И в детском саду делается, делают же открытки, есть тематические занятия на эту тему. И также вы дома можете рассказывать, что да, давным-давно враги напали на нашу родину. Все люди, все солдаты, все женщины, мужчины поднялись на защиту нашей родины, даже дети поднимались 13-14 лет, защищали нашу родину, воевали, умирали за нашу родину. Столько-столько людей погибло, не помню, уже не назовут эту цифру. И победили, победили врагов. И теперь каждый год, у нас даже в тетради логика познания, в 4 номер 4, есть эта тема, и я там очень прям в тексте выступления подробно рассказываю, чтобы вы зачитали это своим деткам. И вот, то есть победили 9 мая, и теперь каждый год в течение уже вот скольки лет мы празднуем, поздравляем наших солдат-победителей. Сейчас они уже не солдаты, они уже ветераны, старенькие все, многих уже нет на свете, потому что это было очень давно. Вот, поздравляем с этим праздником, а всей души. Вот, вот такая вот была история. Так и нужно рассказывать обязательно. Если вы всей душой с той историей, которой она была, я не знаю, что тут сейчас приписывается, я за то, как вот было в Советском Союзе, так оно вот и есть, такая история. Также своих детям рассказывала, что были враги, напали на нашу родину, наши солдаты защищали, победили, и 9 мая мы празднуем этот День Победы и поздравляем всех наших ветеранов с этим праздником. В честь этого есть парад у нас на Красной площади. Вот. А с мужем вы видите, у вас разные мнения на происходящее. Ребенка в это дело не втягивайте, пожалуйста, между собой. Вы обсуждайте это дело, как хотите, по-всякому, или не обсуждайте, я не знаю, как у вас там происходит. Но только ребенка в это дело втягивать точно не нужно, ему особенно 3-4 лет не нужно знать. Тем более сейчас никто, мне кажется, кроме глав государства, не знает, что в мире происходит, а нам тоже по простым смертным точно на эту тему глупо разговаривать, потому что мы не знаем правду. Кто прав, кто виноват, мы не знаем. А про 9 мая расскажите обязательно. 4 мая Ирина, как сказать, ребенку 3-4 лет о войне ответила. Друзья, меня зовут Юлия Фишер, я дошкольный педагог-психолог, я помогаю вам правильно развивать и воспитывать ваших детей. Задавайте вопросы, пишите письма, почта есть под каждым видео, я отвечу, выложу ваши вопросы, свои ответы в ютубе. А чтобы ваши детки развивались по программе детского сада, приобретайте наши тетради, блокноты, альбомы, устанавливайте приложение, и будьте уверены, что ваши детки ничего не упустят в программе детского сада дошкольного возраста. Увидимся и услышимся!